Приветствую друзья! Сегодня у нас на обзоре Hi-Fi Audio Player X-Duo Nano D3. Поехали! Приходит плеер вот такой цветной упаковки Nano D3. Поддержка QE, поддержка DSD256, PCM 24 бита 192 кГц, эквалайзер и прочее. Здесь также остальные характеристики. Сильно заляпанная коробка пришла, скотчем перемотанная, поэтому выглядит не очень презентабельно. Но внутри находится вот такая более интересная коробочка. Так это все делается. Тоже с надписью X-Duo. Других надписей нет, никаких характеристик нет. Из комплектации кабель USB на microUSB есть также две вот такие вот заглушки для портов. То есть обе заглушки можно заткнуть ими два выхода. Не знаю зачем, потому что Bluetooth тут нет, поэтому два выхода заткать точно не нужно. Достаточно было бы и одной. И одновременно с этим можно нажимать на кнопку RESET при помощи вот этих вот заглушек для аудиовыхода. И конечно же есть гарантийная карта, инструкция по эксплуатации и две пленочки на экран. Одна пленочка уже была изначально наклеена на экранчик. Я ее отодрал в распаковке. Кто не смотрел распаковку, обязательно посмотрите. Но собственно вот такой вот девайс. Корпус у него металлический, сборка отлично. Ничего не трясется, не скрипит, не люфтит. То есть все очень замечательно. На задней стороне только надпись из Duo. На верхней стороне слот под карту памяти. Своей памяти у него 8 гигабайт, так что карточка в принципе не обязательно, но расширение нужно. У меня тут стоит сейчас карточка на 32, стояла на 64. Поддерживает карты до 256 гигабайт. Микро-USB только для зарядки. То есть USB ЦАП не поддерживается. Какой-нибудь UTG тоже не поддерживается. То есть исключительно для зарядки и синхронизации с ПК, чтобы скидывать файлики. На нижней части у нас два выхода. Это линейный и выход под наушники. Оба 3,5 мм. На левой ничего. На правой все кнопки управления. Это кнопка включения. Громкость тише, громче. И кнопка сброса, если надо будет сбросить на заводские настройки. Кнопочка мне уже пару раз пригодилась. Действительно, иногда плеер может подвисать. Есть такое. Спереди отличный IPS экран. Немножечко выцветает черный цвет. А так, любые углы обзора. Конечно, за экранчик отдельная благодарность. Экран действительно поставили отличный. Это двухдюймовый IPS 240 на 320. И четыре кнопки управления. Изначально, наверное, планировалось пять. Поэтому расположили вот таким вот образом их. Кнопки перемещения. Кстати, очень удобно сделали кнопки перемещения. Потому что, если мы выйдем куда-нибудь в меню, мы действительно двигаемся вверх и вниз. То есть, вот таким вот образом наиболее логично их располагать. Кнопка play-pause и кнопка назад. Он же домой. Возврат. Что можно сказать о кнопках? Ну, в принципе, все удобно. Если держим плеер в руке, вот таким образом можно отключить, включить дисплей. Тоже громкость, в принципе, под рукой. Единственное, кнопка возврата, она как-то вот далековато находится. Но плеер маленький, удобненький. Поэтому, в принципе, тоже никаких вопросов к этому нет. Заряжается плеер током 5 вольт 0,5 ампер. Поэтому заряжается довольно долго. Есть автовыключение. Регулируется яркость подсветки. В принципе, все нормально. Кнопки нажимаются с таким хорошим, приятным щелчком. По поводу выхода под наушники. Гарнитура поддерживается, но кнопки на гарнитуре не работают. То есть, неважно, что вы воткнете или наушники, или гарнитуру, все будет, в принципе, работать. На линейнике громкость также регулируется, как и на выходе под наушники. Но здесь громкость существенно тише, потому что звук идет в обход усилителя. Но, в принципе, при помощи громкости можно немножко наболтать и звук на линейном выходе. Проверял, действительно, можно. По поводу железа. Что же здесь у нас установлено? Друзья, здесь установлен процессор, он же кодек ROGCHIP RK NanoD. Усилитель TLMA6643. Мощность 250 мВт на 32 Ом заявлена. Поддержка разрешения 192 кГц, 24 бит. Экран 2-дюймовый. IPS 240 на 320. Аккумулятор на 900 мАч, это около 20 часов работы на MP3 и выключенной подсветке. Из входов только microUSB. Выходы это наушниковый, линейный и памяти 8 ГБ, плюс карточка памяти до 256. Размеры 45 на 83 на 13 и весит около 70 грамм. Поддержка форматов поддерживается DSD до 256, то есть это DSF, DFF, AAC, AIP, FLAC, WAV, MP3, VMA, OGG и также поддерживается QE. Смотрите, заявлена, конечно, поддержка QE, но все, что у меня есть на карте, нигде он QE не распознал. Они заявили, возможно, это имеется в виду, что в будущих версиях будет, но на текущий момент никакой поддержки QE я здесь не нашел. Я захожу в меню с QE и там у меня всего один файл. Единственное, что возможно, что я действительно не проверял, что находится где-нибудь это... Ну, не знаю, друзья, именно когда бегаем по папкам, QE не поддерживается. То есть заходим в папку с QE и там находится один файл. Что MP3, что FLAC, все равно идет один файл. Поэтому, если вы планируете использовать QE, придется нарезать. Нарезать можно как на компьютере, так и на вашем смартфоне на Android. Есть специальный софт, делается это быстро и легко. Что можно сказать об интерфейсе? Ну, вот интерфейс вот такой вот плиточный, 6 плиток. Судя по всему, его делает Hibe. Перемещение на версии прошивки 1.3 стало пошустрее. На версии 1.1 было совсем медленно. Ну, плеер такой задумчивый, друзья. То есть особой скорости от него не ждите. Действительно, пользоваться им немножечко, видите, приторможенно он работает. То есть вы уже нажали кнопку, а он по чуть-чуть вот так вот. Запускаем эти файлы, запускаем, запускаем. Запустился. Не всегда отображает обложки, но в принципе поддержка обложек есть. Есть индикатор прогресса композиции. Отображает включен или отключен эквалайзер. Тип повтора. Сверху батареечка. Наличие карты памяти и громкость. Громкость имеет 100 шагов. Громкость цифровая. Ну, в принципе, все нормально. Есть таймеры сна и выключения. И всегда, когда вы поменяли карту, ее сначала обязательно нужно просканировать. То есть сначала выходите в общее меню. Вот здесь заходите в карту памяти и происходит сканирование. Сканирование тоже не быстрое. Но, в принципе, один раз он отсканировал карту и все. Есть настройка времени подсветки. Есть также пятиполосный эквалайзер. Операций с файлами никаких нет. Однако, через папки он ходит. Ну, и из полезного есть блокировка кнопок на заблокированном экране. Так, давайте посмотрим основные настройки, чтобы не быть голословными. Настройки музыки. Режимы повтора различные. Как я уже сказал, через папки ходит эквалайзер. Есть много предустановок. Вот эквалайзер бас почему-то самый громкий. Мне он, наверное, понравился больше всех из режимов эквалайзера. И можно установить вручную кастомный эквалайзер. Пятиполосный. Единственное, что мне непонятно, что такое уникальный джаз, поп, все это понятно, heavy metal. Но что такое уникальное, абсолютно не ясно. Лучше эквалайзер держать выключенным. Но, в принципе, это у нас рок-чип. Поэтому эквалайзер здесь достаточно хороший. Можно отображать как альбомы, так и тексты песен. И самое полезное, наверное, что здесь есть, можно запоминать как композицию, так и текущую позицию. Для аудиокниг это просто очень-очень важно, если вы планируете слушать на нем аудиокниги. Ну и по громкости можно либо запоминать последнюю, либо какую-то определенную. Из языков есть русский язык. Вот у меня спрашивали, почему вы не поставите русский язык? Просто русский язык, видите, почему-то написан с маленькой буквы. Время подсветки, системная информация, все есть. Показываю, что русский язык есть, но мне с русским языком как-то не очень удобно пользоваться. Поэтому мне необходимо переключаться все время на английский. Я использую английский, но можно также использовать русский. Он, в принципе, имеет нормальный перевод. Автоотключение. Режим сна. Вот кнопки, какие будут кнопки заблокированы при заблокированном экране. То есть могут быть ли кнопки громкости, кнопка play. Все, либо ничего. Так, подсветка, системная информация. Можно увидеть, что у меня прошивка 1.3. Вот-вот обещают прошивку 1.4. Что там исправиться, не знаю. Но вот обещать они могут очень много. И очень долго этого понять. Есть сброс на заводские настройки и форматирование внутренней памяти. Вот такой вот у нас, друзья, интерфейс. Русский шрифт отображается или нет? Да, отображается. И, в принципе, в последней прошивке, которая сейчас у меня есть, отображается достаточно корректно. Так, ну, боюсь, что у меня... А, вот есть Борис Гребенщиков. Вот, видно, что русский шрифт нормально отображается. Большие обложки подгружаются долго. Ну, как я уже сказал, плеер достаточно нетороплив. Хотя, видите, обложечки есть. Все отрабатывает. Но не всегда, не стопроцентно. Иногда некоторые обложки, если они особенно находятся в другой папке, он может и не подхватить. Ну, давайте перейдем к звуку. По звуку. Какие наушники я использовал? Во-первых, это были, конечно же, Trinity Virus, iLepo i20 в качестве такого среднего варианта. Это Edifier H880 и Sennheiser E4. В качестве референса использовался аудиоинтерфейс MO0204. Сразу я могу сказать, друзья, я сравнил его, конечно же, с Zishan Z3. И вот до Z3 X-Duo оно сильно не дотягивает. Причем по всем фронтам. Поэтому сравнивать данный плеер, его звук лучше со смартфоном. Смартфон у меня это Galaxy S7 Edge, который на Qualcomm. Поэтому здесь Qualcomm Acoustic используется. И вот сравнение наиболее корректное, наиболее логичное именно со звуком вашего смартфона. Какие-то плееры с выделенным ЦАПом, друзья, они звучат намного лучше, намного серьезнее. Здесь бюджетный плеер и у него совсем другой уровень. Разбивая по частотам. Высокие частоты сильно упрощены, из-за чего плеер серьезно теряет в детализации. САПа скорее контурный, то есть лишен некоторой глубины и объема. Средние частоты довольно плоские. Различить композицию в глубину или отследить какой-то конкретный инструмент, но очень сложно. Отсутствует некоторая яркость, и это особенно слышно на струнных инструментах и о вокале. Ощущается замутненность и вот некоторая такая нормализация из ЧАПа. Потому что воспринимается в основном именно среднечастотный диапазон. И такое ощущение, что он прям увеличен по объему. Скоростные показатели средние. Во всем чувствуется некоторая округлость и сглаженность. По жанрам это скорее ближе к электронной музыке и популярной. Чем проще, друзья, тем лучше. На всем диапазоне чувствуется некоторый недостаток динамики. Однако громкости у этого аппарата очень много. За громкость его действительно можно похвалить. Раскачает многие уши. Воспринимается звук, хотя и естественно, но сильно какой-то заниженной, зажатой эмоциональностью. За счет округлых верхов ВЧФО бы могут быть спокойны. То есть здесь с этим все нормально. А из-за особенностей на низких частотах, любители жирного и такого глубокого баса также проходят стороной. Что я могу сказать, друзья? Наушники здесь лучше использовать с поднятым басом. Нет смысла покупать какие-то хорошие. Подойдут абсолютно любые затычки от Xiaomi. Там за 10 долларов, которые вы купили по распродаже на Алиэкспресс. То есть использовать те же самые Trinity Virus нет абсолютно никакого смысла. Это слишком хорошие наушники для данного плеера. Мне больше всего понравился звук на iLepo i20. Такие средние наушники, достаточно дешевые. Но они дорогие только за счет хорошего шумодава. А так, в принципе, звук такой очень средний. И, в принципе, это его удел. То есть какие-то хорошие наушники покупать нет абсолютно никакого смысла. Качать DSD или Hi-Res для данного плеера тоже имеет смысл. Только в том случае, если вы где-то используете эту флешку еще. То есть если дома где-нибудь используете, потом воткнули в плеер. Да, плеер будет поддерживать. Даже пробовал DSD256. Работает. Все классно. Но по звуку вообще смысла абсолютно нет. Итак, если подытожить, что хорошего в данном плеере. Мне понравилась большая громкость звука. Понравился экранчик. Ну и, в принципе, всеядность. Что жрет очень много разных форматов. Но стратегия использования его. Это либо плеер для путешествий. Так как он работает более 20 часов. Чтобы не разряжать ваш смартфон. То есть, чтобы экономить батарейку в смартфоне. Для аудиокниг тоже подойдет. Хотя смартфон для аудиокниг, конечно же, из-за спецсофта подойдет гораздо лучше. Маленький, невысомый. То есть, можно позиционировать для спорта. Хотя тоже нет Bluetooth. Ну и кому нужен такой более громкий звук, чем в смартфоне. С другой стороны, говоря, он не может сравниться с какими-то плеерами. С выделенным ЦАП. И скажу откровенно, он даже не смог сравниться с моим смартфоном по звуку. То есть, смартфон звучит лучше, ярче, глубже, динамичнее, чем данный плеер. Ну, то есть, друзья, это некоторая возможность экономить батарейку в смартфоне. Или же для чего-то, чтобы плеер был совсем маленький. Если говорить именно о прогрессе, то в отличие от X2 действительно прогресс чувствуется. Но до современных смартфонов даже плеер по звуку не дотягивает. Хотя он красивый, маленький, невесомый. В этом есть свои плюсы. И из-за этого он найдет своего покупателя. Но с другой стороны, по звуку. Но, может быть, с новыми прошивками им что-то удастся сделать. На текущий момент, конечно, плеер своих денег. Вот сейчас за него просят около 80 долларов. Но не дотягивает он до этой суммы, до этого ценника. Где-то долларов за 40-50. Это был бы нормальный выбор для того, чтобы, как я уже сказал, экономить батарейку смартфона. Ну, или, не знаю, заниматься спортом. За 80 баксов можно найти что-то и получше. Ну, это был обзор X-Duo Nano D3. Nano D3, кстати, он называется именно потому, что здесь используется ROG-CIP Nano D. Вот я думаю, поэтому других вариантов нет. Здесь написано, что это Hi-Fi плеер. Действительно, он Hi-Fi. Я делал замеры. Сейчас можете посмотреть на экране. Дам замеры. Действительно, Hi-Fi он принадлежит. Но сейчас Hi-Fi даже любой смартфон. То есть, мой смартфон тоже поддерживает все необходимые требования для удовлетворения Hi-Fi. Так что это действительно Hi-Fi плеер. Но назвать его каким-то убийцей или каким-то серьезным игроком на рынке крайне сложно. Плеер недорогой. Если найдете его около 50 долларов, в принципе, можно брать. Но он будет звучать, наверное, даже чуть проще, чем ваш смартфон. Все. На этом всем спасибо. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Смотрите другие видео. Оставляйте свои комментарии. Может быть, кто-то со мной не согласен. Кто-то считает, что плеер имеет другие, например, предназначения. Пишите в комментариях. Подискутируем. Поспорим. Всем спасибо. Всем пока-пока. X-DUO Nano D3. Вот такой вот плеерок. Все. Подписывайтесь на наш канал.